Тарам-пам-пам, тарам-пам-пам. Ну что ж, дорогие друзья, этот момент настал. Заметьте, никаких гостей, только вы и я. Никому в гости, вы все приходите в гости ко мне. Я вас приглашаю на свидание. Понимаете, мы с вами проведём прекрасный вечер про отношения. Как это приятно, боже, а то я что-то поняла, что, конечно, кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Парам-парам-парам-парам, на то оно и утро. Но я понимаю, что, конечно, мне важно тоже, когда я могу быть дома одна, как у Гришковца. Знаете, как я люблю быть с ними и с вами. И я так люблю побыть один. Поэтому сам, как говорится, без ансамбля я с вами разговариваю. И вот у нас будет диалог. Несколько дней назад я объявила конкурс вопросов про отношения. Ну, это, конечно, было не случайно, потому что у нас в воскресенье мы с командой запускаем марафон про отношения. Но мне почему-то очень захотелось с вами об этом поговорить и выделить призы. И мы рассчитывали на 10 призов. Но я читала ваши вопросы, дорогие товарищи, и я поняла, я вам очень благодарна. Вы себе просто не представляете, насколько я вам благодарна за ту глубину, с которой вы подошли к теме. Потому что тема про отношения. Я говорю, спрашивайте, что хотите. И можно было совершенно о чем угодно спрашивать. И ни одного не было какого-нибудь идиотского вопроса. Типа, как привязать к себе мужчину навсегда. Или типа, как сделать так, чтобы он навсегда, чтобы он в меня влюбился насильно, в приворотное зелье. Вот этого не было вообще, вот этой всей ереси. И я вам очень благодарна за тот уровень глубины и честности. Вот, привет, Хабаровск. Это очень сильно надо хотеть со мной быть на связи, если вы готовы не спать. Но заметьте, как это эротично. Мы проведем с вами ночь, дорогой Хабаровск. А то и под утро, там самое интересное начинается. В общем, я намерена с вами душевно поговорить, пообщаться, поотвечать на ваши вопросы. Очень много. Мы не уложились в итоге с командой, мы спорили. У нас были дебаты. Я сказала, что нет, пусть их будет больше. В общем, призов в итоге не 10, а, по-моему, 16, или 17, или 14. Ну, в общем, больше, чем мы обещали. И я считаю, что это хорошо. Потому что это значит, что вы настолько прекрасные и настолько глубокие, что мое сердце не могло остаться равнодушным. Поэтому мы щедрые призы с удовольствием вам раздадим за вашу активность, вашу глубину и вопросы. Ну вот, наверное, мы выдержали те три минуты, пока все присоединяются. Это очень приятно. Спасибо. Вот вы, как будто вы сейчас все ко мне в гости пришли. Вот мы сейчас у меня в кабинете находимся. Он вообще маленький, но слава онлайну, понимаете, мы теперь вот безграничны. И мне кажется, ровно то, что предсказывали фантасты, что вот это все нультранспортировка, наверное, они вот это видели, но не знали, как это описать. У меня здесь есть ваши вопросы. Заранее подготовилась я у меня здесь отдельно. И я сегодняшний вечер напоминаю у нас про отношения. И четыре, наверное, основных группы вопросов у нас с вами получилось из того, что вы писали. Первая группа вопросов довольно большая. Я сегодня обязательно об этом хочу поговорить. Зачем вообще отношения нужны? Вот такая вот целая. Вторая группа вопросов – это как понять, это вообще любовь или не любовь? Это моё или не моё? Каким словом это назвать? Как вообще определиться? Третья группа вопросов – такие довольно много. Третья группа вопросов – это вопрос границ. Где начинается личная жизнь? Где заканчивается личная жизнь? Как вообще сообщить миру о том, что со мной вот так можно, а так нельзя? Уже пора уходить или наоборот спасать семью? В общем, вот это вот. Следующая группа вопросов отсюда же вытекающая. Это уйти или остаться – это всегда загадочная для меня очень тема, но тем не менее она есть. Отдельно стоящая тема, которую мы с Викой, когда готовились к этому эфиру. Вика – мой помощник. Она, кстати, будет читать ваши вопросы и посылать мне сюда, если я не буду успевать ориентироваться. Простите меня, я интроверт. Валера с Аленой вам расскажут, что это значит, если вам будет надо. Но, в общем, я что-то одно могу нормально делать. Поэтому мне Вика будет помогать, если ваши вопросы она мне будет сюда присылать. И есть такой, значит, вот называется, мы это называли так, старые пиздецы. Ну, это примерно, как, знаете, как это Аркадий, жизнь проводит страхи. Он в детстве пережил пиздец и опасается все время он рецидива пиздеца. Вот это к вопросу, что стоит ли дуть на воду, да, обжигшись на молоке. И есть еще ряд вопросов, которые касаются того, как вообще сформулировать желание про отношения и про все остальное. Ну что ж, предлагаю как это. Поедем будем по очереди по вопросам проходиться. Не все, конечно же, вопросы я сумею сегодня прочитать. Это было бы просто невозможно. Здесь, наверное, это было бы, ну, на целую, мне кажется, не знаю, на целую книжку. Вот. Поэтому я буду стараться. Говорят, что виснет. Пожалуйста, если вы меня хорошо видите, поставьте плюс. Если вы меня плохо видите, поставьте минус. Потому что сейчас из-за того, что двухсторонняя у нас история, непонятно, виснет на моей стороне или на вашей. Поэтому если вот, ну, если все хорошо, поставьте плюс. Все, спасибо. Значит, возможно, это на вашей стороне мячик. Заметьте, это уже, кстати, маленький кейс про отношения из современного цифрового мира. Спасибо, вижу плюс, и вы меня успокоили. Потому что есть субъективная реальность и есть объективная реальность, да? Объективная реальность такая. Вот человек написал мне комментарий. Виснет. Я могла сказать, что? Ну вот, вот так всегда, вот вечно. Вот начинаешь, да? Это если я вот так вот, как обидно. Да. Или могла сказать, это у вас там виснет. Что вы ко мне пристали? Вот у вас виснет, идите себе нормальный интернет поставьте. Что вы тут экономите? Идите, еще будут они мне тут. Да? И то, и другое. Это две крайности, которые не дают отношениям нормально случаться. В первом случае я живу, как вот в этом анекдоте, в ожидании пиздеца. Я говорю, блин, опять, да? Только я нормальный интернет поставила, все равно не спасло. Во втором я живу в агрессивной позиции. Ну, то есть я защищаюсь, но нападаю. Говорю, нечего мне тут навешивать. Соответственно, есть третий вариант, который я очень люблю, который называется, давайте соберем информацию. Как еще это выглядит? Какие есть по этому поводу мнения, да? Как это воспринимается где-то еще? Таким образом, мы понимаем, если вот там сколько-то плюсов, там 20 штук поставили, значит, возможно, у меня со связью все нормально. И я, соответственно, могу вам попросить вас, ну, перезагрузиться или подсоединиться к какому-то другому источнику. И это сразу нам дает ключ к огромному количеству разных вопросов. Потому что мне очень нравится у Ирвина, логопед, у Ирвина Ялома, одного из моих любимейших психологов, есть такое определение, как понять, что у вас хорошие отношения. Действительно, по-настоящему хорошие, близкие. Это, говорит, когда утром фраза, произнесенная за завтраком мужу, муж говорит жене, твой кофе сегодня отвратительный. Тогда эта фраза именно это и значит, что кофе сегодня отвратительный. И ничего другого за этим не стоит. И это, по-моему, большое искусство, вот уметь так думать и так жить. И, собственно, наверное, об этом будем мы говорить и дальше. Человек говорит, что я бы ни за что не подумала, что вы интроверт. А вот представьте себе, я просто очень умею хорошо маскироваться. И очень люблю людей. Но это не значит, что я умею вот так быстро перестроиться. Ну что ж, пойдем, погнали, как говорится, да? Итак, зачем же нам с вами нужны отношения? И что это вообще такое? Мне очень нравится. Давайте я прям буду цитировать некоторые ваши вопросы, потому что я же вас пригласила на свидание, значит, надо вас цитировать. Вот смотрите, человек пишет. А зачем вообще нужны отношения? Если женщина или мужчина вся такая самодостаточная, психологически прокачанная, ей самой от себя хорошо и счастливо, все потребности закрыты, она живет интересно, подпорка в виде постоянного мужчины рядом ради ублажения чувства собственной важности не нужна. Про мужчину аналогично. Ну, зачем это такое вообще? Или вот другой вопрос уже от другого человека. А что дают отношения? Почему все туда стремятся? Третий вопрос на эту же тему, смотрите. А в чем состоит ловушка, я не нуждаюсь в отношениях? Как понять, какие чувства на самом деле кроются за этим страхом? И вот это, конечно, очень интересно, потому что само по себе слово отношения навешало на себя дикое количество разных смыслов. Это примерно как в стишке-пирожке. Я никогда не спал с мужчиной, но тоже нет. Конечно, спал, но только спал вообще без секса. А впрочем, что считать за секс? Что считать за отношения? Вот я когда стала рекламировать, писать, что я провожу марафон про отношения, мне стали писать, а если у меня сейчас никого нет? А если я вот сейчас одна или одна? Если я не в отношениях, мне надо приходить? Я стала смеяться и говорить, ребята, вы всегда в отношениях, поймите. Не бывает такого, что вы не в отношениях. Просто мы из этого давайте уберем гендерно-сексуально-половобрачный подтекст. В отношениях это означает, что я, как человек изнутри, с кем-то общаюсь, я с кем-то как-то взаимодействую, кому-то стремлюсь. Я могу в отношениях, я, извините, со своей мамой, со своим папой, со своей бабушкой и дедушкой, даже если их нет в живых, как ни странно. Я в отношениях со своими детьми. Нет, пожалуйста, не надо вырезать этого из контекста, то мужицкая скажет, что она в отношениях со своими сыновьями. Знаю я вас, блогеров, не-не. Я имею в виду, что я даже в отношениях с самим собой могу быть, как человек. Я как-то к себе отношусь. И вот это очень интересно. Мне именно с этой стороны, как психологу, как мастеру НОПИ, очень интересно посмотреть, что же это такое. Я могу процитировать сюда же стишок-пирожок, что Олег женился на себе же. И все завидуют ему. Ведь по любви, не по залёту, и муж приличный человек. Это очень смешно. Смотрите, мне хочется совершенно другую концепцию отношений в наши с вами головы привнести. Я считаю, что отношения – это просто свойство человеческой души. Мы стайное животное, если говорить про биологическую нашу природу. И мы привыкли, прям бессознательно мы стремимся к своей стае. Когда маленький ребёнок, он стремится там, соответственно, быть защищённым и принятым. И очень хочет быть хорошим, и очень хочет учиться. Поэтому ему нужны, соответственно, мама, папа, братья, сёстры, дедушки, бабушки. Ему нужна его стая. Когда мы становимся старше, нам нужна тоже своя стая. Это те, кто будет нам помогать и разделять, и с кем мы можем вместе что-то делать. И вот как раз дальше, когда мы уже можем осваивать то, что называется, высшие психические функции, когда мы можем осознавать свои эмоции, когда мы можем творить и что-то создавать, может вдруг оказаться, что гораздо интереснее делать это вместе с кем-то. Или может вдруг оказаться, что есть такие задачи, с которыми ты один не можешь справиться. Или может вдруг оказаться, что вместе гораздо веселее просто. Ну, это вот действительно, однажды такой был случай. Мы из детского сада возвращались, и младший сын говорит, а мы, говорит, будем теперь с Дашей вместе жить. Я говорю, да, как интересно, а зачем? Он говорит, а для радости. И мы такие с папой друг на друга в этот момент посмотрели, с его папой, и поняли, что, похоже, мы что-то забыли. Что-то мы забыли. Вообще самый главный смысл. Зачем вообще это все? Таким образом получается, что, на мой взгляд, отношения – это огромный дар, который нам с вами, дорогие товарищи, дам при рождении. Это дар, как можно сделать свою жизнь гораздо богаче, интереснее, как можно достигать других целей. Ну, вы знаете, я и НЛПР буду говорить, что есть три оси – задачи, отношения и энергии. Соответственно, по задачам отношения нам нужны для того, чтобы решать те задачи, которые ты не можешь решить в одиночку. Для этого, например, люди идут в корпорации, объединяются. Или, как ни странно, для этого они иногда образуют семьи. Для этого они образуют семьи. Потому что, например, раньше, ну, там, скажем, 200 лет назад, да, человек не мог выжить в одиночку. Ему нужна была семья для того, чтобы, ну, соответственно, все друг о друге заботились и выживали. Сейчас это очень важный вопрос, о котором вы спрашиваете. Зачем нам нужны отношения? Мы с моим другом Игуменом Евмением много лет вели такой, ну, тренинг про отношения, чашку кофе-лате. И мы обсуждали там этот вопрос, что в современном мире для выживания уже мы друг другу не нужны. Совершенно отлично. Вот это Аркадий сам себя сегодня сводил в кино и в ресторан, потом купил себе подарок, потом надеется на секс, как вот Екатерина тут цитирует, да? А ты никто не нужен, ты можешь отлично жить один. И зачем тогда нужны отношения? По задачам. Если совместной задачи нету, то действительно непонятно. И действительно тогда, ну, начинается такой вопрос, а что мы тогда друг с другом вместе делаем? Если у нас есть совместная задача, например, мы образуем семью, чтобы вырастить детей, или чтобы создать совместный бизнес, или чтобы построить какую-то модель, которая нам интересна, и в ней жить. Или что? Предлагаю иногда задавать себе этот вопрос. Например, если я прихожу в компанию на собеседование, да, это тоже ко мне часто люди обращаются, может быть, вы не знаете, я работала на канале «Успех», мы там делали много-много-много передач про собеседование. И вот, и ко мне человек приходит, говорит, помоги мне пройти собеседование вот в ту компанию. Я говорю, подожди, а в чем оно состоит? Я хочу им понравиться. Я говорю, отлично. А они должны тебе понравиться или нет? Человек говорит, в смысле? Я не понял. Ну, ну, как бы непонятно. Я говорю, понимаешь, дело в том, что это же обоюдный процесс. Если они тебе уже не нравятся на этапе собеседования, зачем ты стремишься им понравиться? Тебе же тоже с ними жить. У вас же совместная задача. И человек такой, да, блин, точно. Я об этом так не думала. Поэтому я, например, всегда, когда вы идете на собеседование, предлагаю смотреть с той точки зрения, а вам там вообще что нравится? Что вас привлекает? Какие задачи для вас такие прямо вот манящие, интересные, в которые вы готовы включить других людей тоже? Потому что, может быть, вам никто не нужен, действительно. Может, вы отлично справляетесь, самозанятые. Я вот и вообще никто не нужен мне. И действительно эти вопросы, которые стоят перед нашим обществом, они будут еще больше возникать и возникать. Чем мы становимся самостоятельнее, да, тем действительно этот вопрос нужно задавать себе осознанно. Это прямо очень важно, понимаете? Вот. По отношениям... Зачем нам отношения? Смешной вопрос, да? По отношениям бывает так, что есть целый спектр каких-то эмоций, целый спектр каких-то ролевых историй, которые мне хочется отыгрывать периодически. Здравствуй, мой любимый Вадим Демчок и вся его история про роли, которые внутри нас, да, про что мы многоликие. Ну, он, конечно, не первый, кто это говорит, просто мне очень нравится на него ссылаться. Да, все, что касается субличностей. Меня много, и мне хочется по-разному себя проявлять. И, соответственно, для этого мне нужны разные люди. Это очень интересно, конечно. И вот это вот получается, что мне хочется быть там маленькой девочкой. Вот это я девочка, я не хочу ничего решать, я хочу платьице. Но если я хочу где-то играть такую роль, значит, мне нужен партнер, поэтому спектаклю. С кем можно играть? Ошибка, самое главное в отношениях, заключается в том, что я начинаю навязывать своим партнерам вот эту альтерна... Ну, как это называется? Слово забыл, слушайте, извините, у меня сегодня третий эфир за сегодня, и немножко у меня мозги плавятся, только оно на самом деле и к лучшему. Как это называется? Комплементарный, вот вспомнила. Комплементарную роль я начинаю на человеку навязывать, да? Говорю, я вот маленькая девочка. А ты поэтому, сука, должен быть мачо, ясно? Ты должен меня вообще в виде водите баловать. Потому что я девочка, и не хочу ничего, а ты должен... И человек такой, ух ты, ёпта, я пойду, пожалуй. И вот я говорю, вот так почему всегда? Вот когда я девочка, вот ты всегда не хочешь на себя брать ответственность, падла ты этакая. Почему? Понимаете, это очень странная история. Я считаю, что вот эти рамки, в которые нас загоняют и говорят, что мужчина должен, женщина должна, любовь это вот это, а вот это не любовь. Это полная хуйня, ну простите, пожалуйста, меня. Ну вы же знаете, что я матерюсь всегда. Ну, это ну правда. Потому что для чего это было нужно, понятно. Нормы, вот эти правильности и неправильности, они нужны для того, чтобы человека загнать, да, ну, в рамки и сделать управляемым. Посмотрите в нашей конституции, посмотрите в нашей конституции определение семьи. Это ячейка общества, а хотят ещё худшие какие-то поправки там принять. Понимаете, семья это не про союз двух любящих людей, это ячейка, блять, общества. Вы, вас никто не спрашивает, вам объяснили, любовь это вот это, мужчина должен вот это, а женщина нужна вот это. И тоже религии это делают. Говорят, а если вы этого не делаете, то испытывайте вину. А когда вы испытываете вину, вами очень удобно управлять. Вот, вот и всё. И тогда возникает вопрос, а надо ли мне в эти пазлы, в эти, в эти, в тискиваться в эти рамки. Вот, спасибо, вы меня успокоили, что сейчас затмение, поэтому у меня клинится словами нет. Вообще, обычно у меня нормально со словами всё. Но сегодня можно. Да мне всегда можно, Господи. Я думаю, вы простите меня, вы же суть понимаете того, о чём я говорю. Есть такой анекдот, когда, значит, экзамен в школу прапорщиков сделали, знаете, такие детские бывают игрушечки, когда вот такой кружочек, вырезанный кружочек, да, квадратик, звёздочка и треугольничек. Ну, вот такой сделали из свинца. И такие же свинцовые сделали квадратики, треугольнички и звёздочки. И дали соискателям. И выяснилось, что половина свискателей умные, а половина сильные, сука. А половина сильные. Это что значит? Это значит, что у меня есть треугольничек, но я его в звёздочку могу запихнуть со всей силой. Вот в чём дело-то, понимаете? И это то, чему нас учат. Говорит, ты дворечник, мы из тебя сделаем отличника. Ты, как в анекдоте Вовочка, что это такое? Русский 2, математика 2, литература 2, химия 2, английский 2, пение 5. Это сволочь ещё и поёт. Нифига. Видите, у меня какая книжка сзади стоит. Мне всё нельзя. Это моя книжка. И она как раз ровно о том, что совершенно да всё. Новый мир, цифровой мир, какой угодно. Новый мир, новая логика, другая. Она про то, что никто никому ничего не должен. Но в хорошем смысле этого слова. Не в смысле тут я сейчас пойду хамски разлягусь и буду там всем объяснять, что я никому ничего не должна. А в глубинном смысле. Давайте я вам сейчас скажу. На мой взгляд, это вообще самая главная вещь. В общем, я весь марафон про отношения ради этого затеяла, чтобы этим в это поиграть со всеми. Неважно, есть у вас отношения или нет. Самая главная вещь. Мне прям самой страшно. У меня аж мурашки. Самая главная вещь. Это вот что. Понимаете, наша миссия человеческая сейчас заключается в том, чтобы сделать свою жизнь максимально счастливой. И Вселенную не мучить и не изводить идиотскими жалобами и просьбами. Вот выстроить мир вокруг себя – это совершенно нормально. Сейчас, знаете, такое есть направление – кастомизация, да? Когда ты вот эту вот штуку, всякие гаджеты там можешь настроить, как это должно выглядеть, там чёрное или белое, какие картинки. Ну вот кастомизация – это настройка системы под себя. Основной тренд – кастомизация мира под себя. И это не значит, что я должна сойти с ума, впасть в полную шизофрению и установить свои правила гравитации и всего остального. Нет, нет, нет. Совершенно не так. Когда я говорю про устройство мира вокруг себя и вот эту кастомизацию мира, это важно, что я при этом помню, что моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И вот там, где вы спрашиваете про границы, а где границы – да, это очень важно. И эта кастомизация, это создание мира для себя становится возможна тогда, когда я уважаю три вещи. Первое. Я очень хорошо осознаю себя, и у меня есть язык описания себя. И я понимаю, что другой человек, любой другой человек для меня – удивительный подарок от Вселенной в качестве инструмента познания себя. Если среди вас есть те, кто читал Кастанеду, возможно, вы слышали такое у него фразу, так я читал, читали, может быть, называется у него «мелюзговый тиран». Говорю, что каждому, или мелочный тиран в разных переводах по-разному, что каждому воину на пути обязательно Вселенная посылает подарок, который называется «мелюзговый тиран». Это человек, который вас достает, который к вам придирается, который мерзкий, какой-нибудь, там, не знаю, жадный, наступает на все ваши мозоли. И Кастанеда говорит, говорите ему большое спасибо. Это ваш тренажер личностного роста. Он нужен для того, чтобы показать, ты еще не совершенен. Это твоя задача, дорогой мой человек, любого пола, женщина ты или мужчина, научиться осознавать себя, понимать, какие у тебя уязвимые зоны, закрывать их и, наоборот, раскрывать в безопасности. Ну, почему улитка, например, она в курсе, что она очень мягкая тельца, и она у нее, что есть, панцирь, и она в этом панцире себе отлично сидит. Но когда ей нужно, там, когда что-нибудь вкусное, или когда там солнышко, она отлично из панциря вылезает, и она же не говорит, ах, у меня такая уязвимость, уйдите от меня все. Не, она нормально, улитка биологически отлично реагирует, чувствует опасность, хопа, залезла, потом потихоньку вылезает, потом опять расслабилась, опять там кошка мимо пробежала, все. Это нормально. Ненормально пытаться свою природу раскатать под какие-то задачи, типа, женщина всегда должна быть женственной, мужчина всегда должен быть, это бред. Все ситуативно, да, еще раз говорю, наша основная задача – мир трансформировать под себя. И для этого нужно очень четко, первое, да, я напоминаю, себя очень четко осознавать и понимать. Это отвечая на вопрос про границы. Вторая вещь – это как раз понимать границы. Понимать, что я могу, что я не могу. Понимать, где мне нужен второй человек, где я в нем прям нуждаюсь, а где наоборот он мне мешает. Понимать, где я могу наоборот с кем-то делиться, потому что у меня избыток. Как в моем любимом пирожке, который вы уже сто раз, наверное, от меня слышали, Олег наполнил мыслью череп, идет, боится расплескать. А Николай наполнен песней и поливает всех вокруг. Да, это вот я себя часто отождествляю с Николаем. Но так бывает не всегда, я тоже иногда такое устаю. Но тем не менее, если у меня избыток, значит, мои будут отношения с миром строиться, куда бы этот избыток слить. Ужасные вещи, говорю, да, кошмар. Этот, может быть, избыток негатива, тогда я там, не знаю, есть люди, как не я. Я сейчас играю роль такого человека, он там, например, звонит на горячую линию. Я когда работала в Мегафоне, вот мы с колл-центром работали, там операторы прям жаловали, что это очень часто бывает, когда человек звонит на горячую линию, просто поорать. Потом говорит, спасибо вам большое, я разрядился, я теперь могу на работу поехать. Ну, это же ужасно. Но тем не менее, значит, на самом деле он просто не знает другого варианта. Нужно найти, осознавать, в чём его намерение и найти наилучший вариант. Может быть, ему надо на бокс записаться и ходить три раза в неделю на бокс или на тейквайндо, молотить эту грушу, и отлично он себя будет чувствовать. Это всё будет выливаться из него. И очень здоровым образом никому не мешает, да? Или наоборот, у меня потребность, мне чего-то не хватает, мне нужно. Мне нужно тепло, принятие, любовь и забота. Есть люди, которые готовы душить вообще другого, этой самой любовью, да, и требовать её там, и что-то ещё, почему ты меня не любишь, почему ты меня не обнимаешь, ну ок. И если этот человек не может тебе сейчас этого дать, давай посмотрим, как это можно получить ещё. Ну, например, может оказаться, что это отлично делает кот. Или это отлично делает маленький ребёнок. Или это отлично делает массажист. Спас Аблоня, простите за упоминание запрещёнки в нынешних условиях, но тем не менее, да? То есть следите за руками, в смысле следите за ходом мысли. Наша задача очень чётко осознавать, что с нами происходит, и обозначать границы. Это мне доступно, это недоступно. В этом я нуждаюсь, а это, наоборот, мне хочется отдать, чтобы вы приняли. Ведь есть люди, которые обожают дарить подарки, но когда они любят дарить подарки, им очень важно, чтобы этот подарок вы умели принять. Правда? Когда ты даришь подарок, он никому не нужен, то человек расстраивается. Вот отсюда вопрос, что значит навык общения с границами – это такой же навык, необходимый для жизни в современных условиях. И третий навык – это навык умения разговаривать и договариваться. Я сейчас имею в виду не произносить слова, а именно разговаривать и поддерживать диалог. Если ты задал вопрос, сделай паузу для ответа, чтобы человек тебе мог ответить. Иначе получается, как в стишке-пирожке. «Мой муж меня не понимает!» – сказала Клавдия врачу. Потом добавила ему «Хурри ты, сеня, увоим пятипох!» Что она сказала? Думаете, что только муж не понимает? Вообще никто не понимает эту Клавдию из пирожка, да? Но она в этот момент считает, что весь мир неправ. Поэтому вот такая модель, которая будет называться, когда мы локус контроля, то есть ответственность за свою жизнь, принимаем внутрь, говорим «Окей, всё, я тот человек, который даст тебе счастье». Мне очень нравится вот это вот. Там, по-моему, это было такой на стене надпись такая «Ты тот…» Как же там было там? Что-то, в общем, найди того, кто делает тебя счастливым. И там было, наверное, начёркнуто, зачёркнуто в том смысле… А, забыла красоту. В смысле себя, да? Что ты можешь сам себя сделать счастливым. Если ты понимаешь, что тебе нужно для счастья. Отсюда огромное количество вопросов, которые вы мне, дорогие товарищи, задаёте. А я напоминаю, я прочитала абсолютно все вопросы. Мы с Викой сегодня целый час их разбирали, и там примерно 17 у нас, кажется, призёров в итоге. И после эфира, когда он закончится, мы вывесим в сторис список призёров. И с каждым из вас, либо я, либо Вика, кто-то из нас свяжется, и мы вам сообщим, как, собственно, нам вам подарок это передать. Мы в этом смысле щедрые очень. Я очень рада тому, что у вас такой интерес к этой теме. Потому что это как раз умение диалог поддерживать и задаваться вопросами. Если вопросов нет, вот это опасно очень. Потому что иначе получится, что вот это в условиях нехватки данных наш мозг выдумывает сам врагов, картину мира Бога и мнений других людей. Или как в другом пирожке, вот это более точный, наверное, будет сюда, тем более есть вопросов несколько на эту тему. Оксана плакала три ночи, два дня не ела, год пила, но ничего Олег не понял. Самец, бесчувственная тварь. Потому что он не может этого понять. Мы не экстрасенсы. И это крайне важно. Уметь доносить информацию. Уметь дождаться ответа и задать вопрос так, чтобы на него можно было ответить. Давайте я вам приведу пример. Вот, например, на вопрос, какого хрена я тебя вот просила вынести мусор, а ты его не выносишь вот уже неделю. Это не вопрос, как вы понимаете. Там может стоять вопросительный знак, но он к вопросу не имеет никакого отношения. А вопрос, скажи, пожалуйста, ты вынесешь мусор или что мне нужно сделать, чтобы ты вынес мусор? Или почему ты не выносишь мусор? Вроде мы договаривались. Это вопрос. И он подразумевает ответ. И это может быть очень интересно. Может вдруг оказаться, что у нас правда разные восприятия этой ситуации, что у нас разные картины мира абсолютно. Поэтому просто надо, ну, чуть-чуть их скорректировать. И, надеюсь, это был ответ на вопрос, зачем нужны отношения. Очень развернутые, очень обширные. Но и аудитория у меня уважаемая, немыслищая, шаблонная. За что вам огромное спасибо, товарищи. Очень вам благодарна, что вы сейчас выбрали нашу компанию. Среди такого огромного богатства выбора в этот прайм-тайм буквально пятница. И продолжаем. Следующий пол вопросов, вот эта прекрасная совершенно история. Как понять, любовь это не любовь, моё это не моё, и как загадать желание. Про загадывание желаний сегодня у меня огромное счастье. Мы же давно, я давно-давно хотела, и мы сняли первую серию сериала про небесную канцелярию. Мне давно хотелось сделать такую научпоп смешной, как комедийный. И он, собственно, про то, что надо формировать желание точно. И очень много вы мне писали, дорогие товарищи, в комментариях, что вот я всё сформировала, вот он и голубоглазый, и брюнет, и хорошо зарабатывает, и у нас такая прям любовь-любовь, но он женат. Не учла, не учла этого момента. Или всё, свободный, неженатый, всё отлично, но в сексе не совпадение совсем вообще никакое. Что ж мне делать? Как же мне загадать следующего? И вот это самая главная, опять же, ошибка, на мой взгляд, этой логики, потому что старая логика, давайте так, старая волна и новая волна, да, старая реальность и новая реальность. В старой реальности пары формировались по принципу комплементарности для выживания. И, естественно, даже не сами мужья и жёны этим занимались, да, и невесты, и женихи. Этим занимались свахи и родители. Они по принципу достаточности, правильности, кастовости, как угодно. Чем-то они, какими-то задачами. Всё время они какими-то задачами, деньгами, там они, да, там, руководствовались или объединением территорий. Ну, какие-то задачи решали с помощью браков. Сейчас, на самом деле, это самая большая ошибка. Ну, давайте так посмотрим. Когда я клиент, да, и я прихожу в автосалон, я же прихожу, ну, ладно, возможно, кто-то и по-другому это делает, но я сейчас вот, давайте я вот, как девочка рыжебландинистая поведу себя сейчас, хорошо. Я прихожу, и мне говорят, вы знаете, у нас есть автомобиль, вот у него дизельный двигатель, вот у него там вот такой сход-развал у него, вот там, не знаю, что там ещё там, инжектор, впрыск. Я говорю, подождите, мне, вы знаете, нужно решать вот такие задачи. Я хочу на нём очень уверенно ездить в слякоть, я хочу, чтобы мне было очень комфортно в салоне, чтобы у меня был подогрев сидений, чтобы попе было мне комфортно, да, чтобы попа не прилипала к сидению летом. Я хочу, чтобы дети мои могли спокойно с ногами, когда они были маленькие, залезать там, и можно было легко помыть салон, чтобы в багажник влезали всякие санки. Я рассказываю, о чём сейчас. Я разве про машину рассказываю, я рассказываю про то, какой жизнью я хочу жить. И вот это ключевое отличие того, как надо загадывать желание, дорогие мои товарищи, про отношения, понимаете? Совершенно бессмысленно, совершенно бессмысленно загадывать желание, что я хочу красивого или молодого. Может, вообще вам женщины больше нравятся, или мужчины, если вы, кто это знает? Но если ты точно знаешь, что мне нужно для счастья, как я себя хочу чувствовать, есть такое упражнение, можете его проделать в свободное время, оно может занять довольно много времени. Попробуйте описать, допустим, свой идеальный день. Вот мой идеальный день, если меня забросили туда, в моё счастливое будущее, где есть там действительно у меня счастливые отношения, со всеми членами семьи, напоминаю, не только про секс, не только про пол. Только откуда я знаю, вот расскажи себе сам эту историю, сними такое кино мысленное у себя в голове. Вот откуда я знаю, что это мой идеальный день, что это идеальное отношение? Что происходит там? Мне кофе в постель приносят? Или наоборот, там мы вместе идём гулять? Или наоборот, меня никто не трогает, я целый день спокойно работаю над книгой, а вечером там у нас секс бурный, а с детьми мы смотрим вместе хоккей? Или что? То есть попробуйте вот в разных ролях себя, и тогда будет понятнее. Вот вопрос мне задаёт прямо сюда. К сожалению, человек зачастую не знает, что для него счастье. Налево красивые, направо умные, а мне разорваться что ли? Вот. Свет, ну да, свет, наверное, так. Смотрите, какая штука. Конечно. Потому что человека, того самого абстрактного, о котором вы пишете, никто не учил задумываться о том, что ему нужно для счастья. Человека учили, чтобы он учил высшую математику, экономику и французский язык. И всё. Потому что это нужно государству. А как раз научить счастью человека, если его не учили в семье, а я считаю, что это вообще одна из главных задач родительства, если уж на это пошло, то главная задача родителей – научить детей счастью. Не сделать им счастливое, сука, будущее, а научить их вот себя чувствовать, осознавать, находить своих, понимать свою природу, да, мотива. И для этого нужны языки описания. И поэтому другие совершенно востребованы сейчас у нас с вами навыки и знания. И не надо вот это вот, мне нравится вот эта позиция. И что, мне разорваться, что ли? Да сидите где сидите в жопе, Господи. Ну, это я сейчас, конечно, стебусь. Потому что вы так говорите с такими претензиями, да? Вот я же не знаю, что мне нужно. Так это надо узнать. Почему у вас есть лишнее время и деньги на второе высшее образование, а на это нет? Хорошо. Скажите, я даю себе два года на то, чтобы изучить свое счастье. Замечайте, какие примеры, какие люди вокруг вас вызывают восхищение. Занимайтесь разными вещами, пробуйте разные, замечайте, где сердце ваше бьется чаще. Я вот, например, вот за все это время самоизоляции о себе узнала, что для меня самый вообще мощнейший суперсекс, вообще, не знаю, самое счастье было вот, когда мы снимали этот сериал с Максом и с Васей. Огромное спасибо Василисе и Максу. Огромное вам спасибо, мои дорогие друзья. Вы сделали меня абсолютно счастливой на вот этот день. Потому что это было действительно какой-то экстаз для меня. Там было много энергии, юмора, драйвом. Критика, наплевать, можно было сделать тысячу раз лучше. Неважно, лучше один раз вовремя. И через неделю этот сюжет уже был совершенно неинтересен никому, может быть, понимаете? И я вдруг про себя осознаю, о, так мне сотворчество надо. Или я осознаю, о, так мне же важно спокойствие, чтобы я с работы приходила домой в тихую гавань, понимаете? Вот. Если муж такой мелочный тиран, пишет мне, человек, я решила почитать ваши комменты, это значит, что у меня от Вселенной есть четкая программа. Вы знаете, в корпоративном мире, когда проводят ассессмент, например, или там оценку 360 градусов, после этого вам должны выдать график развития, какие компетенции вам надо подтянуть. Вам нужен тренинг переговоров, вам нужен тренинг ассертивного поведения и презентационной науки. Я воль, говорит сотрудник, и идёт учиться. Если муж мелочный тиран, значит, Вселенная вам говорит, товарищ, тебе выдан этот муж для того, чтобы ты наконец-то научилась чему-то. А вот чему, я не знаю. То ли научилась защищать себя и не раскрываться, то ли выбирать нормальных людей рядом, то ли каким-то навыком, да? Например, сейчас расскажу про один из навыков. Так, у меня есть специальная подушка, я бью её ароматом. Вот правильно. Лучше бить подушку, чем живых людей, согласна. Счастье – это там, где трудности или где легко всё получается. Для кого? Для кого? Все люди разные. Я вам сейчас скажу, что, конечно же, мой главный принцип – можно и легко, и радостно. Это правда. Но есть люди, для которых это невыносимо. У них архетип героя. Им надо всё время что-нибудь преодолевать. Им в этом кайф. И что, я его возьму, и он скажет, ты меня кастрировала, и я теперь сижу, довольно ленивый кот. Я однажды такое слышала. И ты со своим гедонизмом меня совершенно разворотила, и я пошёл. Ну, понимаете? Так. Только больше её никак не используйте. Это всё про подушку вы обсуждаете. Молодцы, нашли правильную тему. Действительно, я тут какие-то вещи говорю, а вы... Да. Обсуждайте подушку, да. Так, если не понял, то нет вопросов. Татьяна видела большое количество семинаров с Евменем. Сейчас у нас... Да. У нас нет общих семинаров не потому, что мы разошлись. Вот опять начинается. Товарищи, зачем вы додумываете? Вот смотрите, как всё хорошо начиналось. Сейчас нет общих семинаров. Ну, задайте вопрос, почему? И дождитесь ответа. Нет, вы уже сразу знаете за меня ответ, разошлись во взглядах. Ну, допустим. Пусть так будет. Вы не узнаете, почему мы вместе не работаем. На самом деле, не поэтому вовсе. Но это уже не имеет значения. У Евмения прекрасные семинары. Я их очень рекомендую. Прекрасные книги, прекрасные консультации на тему отношений. И его страница в ВК, он там очень много, каждый день вбрасывает ценного в эту топку. Так. Быть... Да, вот, спасибо. Спасибо, Мария. Быть с тем, кто делает тебя счастливым. Да, вот эта цитата. То есть, или быть с тем, кто делает себя счастливым, или быть тем, кто делает себя счастливым. Вот. Об этом, наверное, самое главное. Что мне хотелось сказать. Серия обалденная. Спасибо. Так. Как и история с фамилией Сирота. Да, да, прочитайте в комментах. Там шикарная история. Так. Муж загадал себе, когда женщину писал. Единственное, что была подходящая, без параметров. Вот, кстати. Подходящая, да, только важно, чтобы в какой момент он понимает. Как он понимает, что она подходящая. Если он это хорошо себе действительно осознает, то замечает. И это правда. Может быть, это самый краткий способ загадать себе партнера, если он вам нужен. Да, и вы говорите, хочу самого лучшего для меня партнера. Самого подходящего на этом этапе жизни. Но для такой позиции, дорогие мои, для такой позиции, знаете, что нужно? Для такой позиции нужно огромное доверие ко вселенной. Я знаю такую однажды ситуацию, когда девушка загадала, что я вот хочу самого лучшего. И ей выдали молодого человека, который был на 13 лет, ее моложе. Она вынесла ему весь мозг. Она вынесла вокруг всем мозг. Что это такое? Да не может же этого быть. И при этом, ну, очень огромных усилий стоило и ему, и мне, и друзьям объяснить, что все хорошо. Но вот они уже живут лет 10, наверное, вместе, если не больше. И у них уже там, по-моему, двое детей совместных. И все у них хорошо. И она где-то только буквально года три назад перестала выносить его мозг на тему. Ну, не может же такого быть, что ты его не любишь. Ну, как же так? И уже Пугачеву с Галкиным показывали тысячу раз. Да, они все туда же. Мне сейчас вопрос как раз задали. Вот я хотела замуж, а получила счастлива ли я? Подумала, что я замуж хотела. А как в этом? Вот! А как в этом замуж и чувствовать себя буду? Не думала. Замуж предполагал счастье. Да! Это самая частая ошибка. Посмотрите фильм «Ослепленный желаниями». Один из моих любимых фильмов про исполнение желаний. Это вообще не предполагает. Опять же, насаждается вот эта программа. Насаждается с детства во всяких сказках про принцессу. Давайте мы с вами посмотрим, вот если честно, откуда у нас берутся стандарты вот этого замужа. Откуда они берутся? Если мы посмотрим сказки детские, они вообще там, что сказки Андерсона, что какие-то еще братья в Гримме, они там довольно больные с точки зрения отношений. Про здоровые отношения очень мало сказок. Муми-тролли разве что. Ну и то. Там они не очень про половую жизнь, но они очень про семью. Очень здоровые сказки. Остальные все очень странные. Давайте возьмем художественные произведения, которых нам показывают как премьер романтической любви в школьной программе. Ну что, Анна Каренина? Что, Тургенев, Лермонтов? Да это просто больные все напрочь. А знаете почему? Потому что здоровье почему-то неинтересно творческим людям. Потому что про здоровье, как вот Толстой сказал, что все счастливые семьи и счастливы одинаково. Это не правда на самом деле, но это утверждение все тиражируется. Потому что не было такого фокуса внимания. Потому что вынуждены были жить в семьях и искали какого-то оттуда выхода и чего-то еще интересного. А я говорю, что наша с вами задача, дорогие товарищи, поменять навигаторе точку Б, куда мы двигаемся. Из точки А в точку Б. Если я себе ставлю как цель счастливые отношения, я начинаю их исследовать. Я даю себе столько времени, сколько мне нужно. Сколько вам нужно было времени, чтобы закончить университет, сколько у вас там было предметов. Если я возьму себе и скажу, что моя задача счастливые отношения, значит мне нужно понять и начать исследовать, где для меня счастье, где для меня уязвимые зоны, как мне их защищать. Как мне не проецировать на то, что вот это вот, как у машины времени, она похожа на всех женщин, которых ты когда-то любил. Как мне понимать, что люди-то разные, во мне что-то будет. И вот это все как раз та почва, где нам нужны определения, где нам нужен язык описания, но не тот, под который мы будем себя подгонять. Так, считаю дальше. Мне благодаря этому идеальному приносят каждое утро кофе в постели ножки целовал. Ну вот, 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 видите, есть реальные люди. Вот если хотите, еленасан.ру. Вот у нее возьмите мастер-класс. У нас, кстати, на нашем марафоне будет, это я вам сейчас по секрету сообщаю, у нас будет тайный гость, который прям будет мастер-класс от счастливой пары одной, которая много лет живет вместе. Взрослая очень уже такая пара. Можно будет им задать любые вопросы. А то вдруг вы ни разу счастливые не видели семьи, ну мало ли. Так, а оно, блин, всегда так, всегда не так. Если оно, блин, всегда не так, то тогда в этот момент вы формируете ту реальность, которая оправдывает ваше бездействие. И вы говорите, ну и что я могу сделать? Ну вот так уж мне не везет. И эту роль вы уже научились отыгрывать, отыгрываете ее на Оскар просто. Блестяще. Просто, ну и что, и кому от этого хорошо-то? Если вы в этом черпаете счастье, вы драма-квин, аааа, ну тогда да. Татьяна, в вашем понимании счастье это то, как вы понимаете... Это что? Как вы понимаете, что вы счастливы? А вы знаете, я не хочу отвечать вам на этот вопрос, потому что вы же начнете сразу как бы записывать. А я вам рассказываю, как я к этому прихожу. Я, кстати, еще тоже на пути. Так, если вы думаете, что я такой прямо у нас эксперт, как всех вообще сейчас осчастливить, это неправда. Потому что у меня, например, два, если вы про отношения МЖО, однажды во Владивостоке мне просто так, вот они так вообще любят делать Дальний Восток у нас такой. Говорят, что, о, вот, они мне сказали, а вы сами-то замужем вообще? У вас такой вот прям рожа, как я сейчас. Я говорю, ух ты, класс. Говорю, нет, вы знаете, я вам сейчас скажу страшную вещь. У меня, говорю, два брака по 10 лет за спиной. И как раз сейчас, третий период, буквально на этих днях, будет третий брак 10 лет, когда я сама с собой в браке. Как раз 10 лет, когда я развелась и исследую себя. Вот это как раз мне-то что надо, когда я на себе женился, вот как тот Олег, да. Пытаюсь понять, как я начинаю наконец-то. Я, кстати, очень благодарна этой самоизоляции. Она просто очень много мне пролила света на меня, что мне нужно для счастья. Вы очень красивый человек, спасибо большое. Это что-то большее, чем внешняя красота. Спасибо. И, возможно, это ровно то, о чем я и говорю. Нет никакой внешней красоты. Нету. Красота – это, ну, есть некая энергия, которая из вас идет, которая заключается в том, что вы любите себя, вы любите этот мир, вы ему искренне радуетесь. Вот посмотрите на маленьких детей. У них, кстати, все нормально. Они тут же выдают реакцию. Они рады всему. А что-то, чему расстроены, они сразу расстраиваются и дают вам понять, что им нужно вот это, а вот это не нужно. И вот этому они расстроились. Но их потом учат натягивать улыбки. Говорят, да, мне нормально, мне не больно. Мне все нравится, мама. Вот это вот ужасно, конечно, что мы учимся врать. А красота, то, что вами воспринимается как красота, иногда, ну, конечно, это и внешность. Я тут, знаете, голову помыла, укладочку сделала, вот платье красивое надела, вот брошечка у меня авторская, вот колечко авторское тоже. Видите, я старалась, да. Но не в этом же дело. А дело еще в том, что я себя люблю. То есть я себе нравлюсь такая, какая я есть. И я не собираюсь там себя подгонять там на стандарты 90-60-90. Мне однажды написали, хватит, товарищи психологи, любить себя такими, какие вы есть. А ну-ка, марш в спортзал. Написали мне на ютубе под одной из моих передач. Я очень смеялась. Но человеку надо, чтобы на экране был какой-то другой человек. Не я, видимо. Ну, и как бы может переключить канал всегда. А вас все больше. Слушайте, я 216 уже. Ничего себе, ребята. Ну, вы крутые какие вообще. Посылаю лучи света, счастья и красоты всем, кто нас сейчас смотрит и выбрал нашу компанию вместо огромного количества других эфиров, которые наверняка где-нибудь сейчас еще идут. Спасибо. Вы инвестируете это время в себя. Понимаете, мне очень хочется, чтобы вы после этого эфира или, может быть, во время задумались просто и начали исследовать себя счастливого. Да, и тогда тут спрашивают. Если послать куда подальше мужа-тирана, Вселенная пошлет еще одного, пока не научится. Очень может быть. Если только... Ну, или ты пошлешь его так, что наконец-то ты поймешь, что тебе нужно. Наконец-то вы серьезные. Вот что значит «наконец-то». Так, дорогое мироздание, может, несуточно отгрузить? Может. А если не выдан муж, это для чего? А давайте вы мне скажите, для чего вам надо выдать мужа? Вам для чего мужа надо выдать? Чтобы что? Вот когда вы поймете очень четко, зачем лично вам он нужен, и как вы себя будете чувствовать как замужняя женщина, тогда, возможно, он и появится. А может быть, пока что это нужно для того, чтобы или вы наслаждались собой уже наконец-то, или для того, чтобы вы наконец поняли, зачем это вам все. Так, очень об этом Виллер писал. Да, наверняка. Я же абсолютный пылесос. Я все, что все знания, которые есть, я все впитываю и абсолютно так же щедро распыляю. Пылесос же он на две части. Может так, а может распылять. Вот я такой. Очень хотелось бы посмотреть фильм о здоровых отношениях. Единственное, это фильм «Чудо». Фильмы о здоровых отношениях существуют. Возможно, они не такие интересные. Ну, собственно, потому что в них нет такой уж прям динамики. Но они есть. Например, фильм «Обыкновенное чудо» про отношения волшебника и его жены. Вот, можете посмотреть. Что читать маленьким деткам? Я считаю, что маленьким деткам надо сказки сочинять по мотивам их, ну, собственно, ваших идей, как того, что у вас внутри происходит. Кстати, моя мама, Галина Яковлевна Волошенко, ей за это огромное спасибо, она мне сочиняла сказки очень много. Очень много сочиняла сказок. Героя в русской литературе не было с кого взять пример. Да? Ну, я не всю русскую литературу знаю, но тем не менее. Деймовочка, войск, коротом, это вообще страшная история там. Эти жуткие все сказки. Вот. Может, не надо никому замуж? Я не знаю. Может быть, и не надо. Может быть, мы вообще все через 30 или через 50 лет придем к тому, что мы будем, не знаю, если почитаете антиутопии, там вообще детей из пробирки достают. Здравствуй, Матрица. Может быть. И они не отрицают такой вариант. Это не значит, что я так говорю, что всем надо развестись. Я говорю просто о другом. Вы просто космос. Спасибо. Спасибо. Впервые вас смотрю. Кайф. Ура. Интересно. В нужное время. Ну, не случайно здесь, конечно же. Чем-то вы похожи на Мерилл Стрип? Ну, похоже, да. Когда была килограмм на 60 меньше. Я была очень похожа на нее еще больше. Спасибо. Ну, я думаю, что это просто соционический тип или там тип по внутренним стратегиям. Это к Валерии с Аленой. Идите, они вам все расскажут. У женщины должен случиться роман прежде всего самой с собой. Но если бы вы не сказали слово должен, я бы даже, наверное, с вами согласилась. Не только у женщины. Вы знаете, у мужчины тоже. Потому что это вот вопрос опять. А вот если мужчина пошел с друзьями пить пиво, какой же он гад? Почему? Почему он гад-то? Если он пьет с друзьями пиво, и это делает его счастливым. Если вы начинаете с этим бороться, то вы становитесь препятствием на пути к его счастью. Это неправильно. Ну, то есть он, понятно, все равно найдет способ, как это сделать. Он просто будет обманывать вас. У каждого должен случиться роман с самим собой. Вернее, может. И вы себе не представите, сколько от этого творческой энергии может выработаться-то вообще. Блин, осталось 8 минут. Таня, расскажи, как карантин улучшил брак с собой. У меня? Понимаете ли? Вам кажется, что я экстраверт и очень стремительная. Это не так. Это я бегу на короткую, в этом смысле, дистанцию. А в длину, в длинную дистанцию, я очень медленный человек. Я киноэстетик. Я медленно думаю. И обычно меня все очень, ну, закручивают вот эту историю. Я действительно люблю людей. И я иногда ухожу со своего ритма. А карантин позволяет мне мой ритм поддерживать. И мне очень он нравится. Это ужасно, но нравится мне. Мне нравится не карантин. Мне нравится мой ритм медленный. Такой, какой мне надо. И то количество людей, которые мне надо. Мне нравится. Так, Татьяна, по вашему мнению, если человек излучает свет, а все привыкли, что он полное говно, его светлячком не воспримут, эти люди, может быть, и не воспримут. Но другие воспримут, а может быть, и эти воспримут. И какая у него цель? Чтобы его восприняли светлячком, тогда ему надо учиться работать в критериях тех, кому он хочет нравиться. Или он хочет свой свет излучать. Тогда он найдет тех, кто будет его отражать. И это, кстати, отвечает также на вопрос. Вы тут спрашиваете, как наладить отношения с отцом и с детьми. Как только вы понимаете, или с мужем, с женой, как только вы понимаете, что это отдельный человек изначально со своей историей, со своим совершенством, со своим несовершенством, тебе надо понять, как конкретно под него подобрать язык, чтобы ему донести какую-то информацию. Для одного человека «я тебя люблю» надо сказать это, почитать Чахман на языке любви, да? А другому человеку «я тебя люблю» надо вообще молчать всю жизнь, как в анекдоте. «Дорогой, почему ты никогда не говоришь, что ты меня любишь?» Он говорит, ну, мы когда женились 30 лет назад, я тебе сказал в ЗАГСе, что я тебя люблю? Она говорит, да. Ну, если что-то изменится, я тебе сообщу. И не надо его терзать все время, понимаете? Так, мой сын подросток никогда не врет. В смысле, если его спрашивают, нравится, его не парят, то это может быть обидно. Многие воспринимают как хамство, и сын получает негатив. Поэтому, мамашечка дорогая или папашечка, я не понимаю, кто вы, мама или папа, ваша задача научить ребенка таким стратегиям, чтобы он умел себя защищать в этом случае, что он имеет право на свои чувства. Я прям помню, что я в какой-то момент, у меня был, ну, есть такие моменты, бывают, я вот один момент осознала, что я отличная мать. Это было вот в какой момент. Мой старший сын Вовчик, он учился в школе, он как-то пришел, и у него порванная была рубашка. Я говорю, что случилось? Говорит, я подрался. Говорит, подрался. Я говорю, что такое, ты же не агрессивный совершенно. Он говорит, да, я, потому что у нас учитель, мой любимый учитель английского языка, Александр Петрович, он сегодня пришел и сказал, что он от нас уходит, и больше с нами работать не будет. И я расплакался, потому что я его очень люблю, и мне было очень интересно на его уроках. Я расплакался. А там еще один мальчик из нашего класса стал надо мной смеяться. Почему ты тут плачешь вообще, вообще как это фу-фу-фу? А я дал ему по морде и сказал, что я имею право на свои чувства. Я вот, моя смотри, говорю, во-первых, я потрясающая мать, во-вторых, я сказала, Вовчик, спасибо тебе большое, потому что вот я в этот момент не имела права на свои чувства в тех отношениях, в которые находилась. Спасибо. Ты знаешь, ты меня вот сейчас научил, что можно даже дать по морде, отстаивая право на свои чувства. Так, не надо только вот эта цитата. Мужицкая сказала, что надо всем давать по морде. Это неправда, это про защиту границ. Это очень важно. Как же соединить счастливую жизнь, необходимость зарабатывать столько, чтобы ее осчастливливать? Ну, так вот это, смотрите, это отличный вопрос, над которым имеет смысл подумать вместо получения очередного образования. Вот это об этом. Хорошие, есть много вариантов ответа. Вообще всем говорю, пойдемте к нам на марафон. Он седьмого числа стартует, и будет идти десять дней. Вот мы там этими вопросами будем заниматься. Потому что меня спрашивают, а чем вы будете заниматься на марафоне? Будете опять прорабатывать семейные сценарии? Будете прощать бывших? Да ни до что, да ни в коем случае. Будем учиться жить вот в этой новой формации отношений, понимаете? Отношения, это же больше, чем гендеры. Меня больше, конечно. Конечно же больше. Меня гораздо больше интересует отношения с собой, делом и работой. Конечно. Я вам скажу по секрету, что даже секс это больше, чем гендер. Вот так вот, понимаете? Я говорю, опа. Гендер еще ничего не гарантирует вам вообще. Здоровых отношений. About Time, да, спасибо. Это мой любимый фильм о здоровых отношениях. About Time, да. Потрясающий фильм, который называется у нас по-идиотски Бойфренд из будущего. Удивительный совершенно фильм. Посмотрите, если не видели. Татьяна, обожаю с момента публикации. Спасибо вам большое. Это было давно. А зачем нам сказки? Как зачем нам сказки? Нам? С вами зачем? Шахерезады сказки или что? Так. Когда я понимаю, что мне нужен статус, секс, деньги и любовь, у меня появился муж законный. Да. Только важно, чтобы еще это было то, что вы под этим понимаете. Ой, у нас осталась одна минута. Так. Раз у нас осталась одна минута. Вот написано. Вот. Отличный пример. У нас с мужем. У мужа рыбалка, у меня вышивка. И нам обоим хорошо. Именно. Именно. Понимаете? И вот это вот у нас осталась одна минута. И я вам очень благодарна, что у вас 230 человек. Ребята, это круто. Нас только еще не было ни разу, по-моему. Спасибо вам за эту пятницу. Я вам очень благодарна. И мы на связи. Я продолжаю на эту тему писать. Я каждый день пишу посты сама. Потому что если вы думаете, что за меня их кто-то пишет. Нет. Я их пишу сама. Каждый день. Снимаю сторизы. Каждый день. И приходите на марафон. У него антикризисные цены. Совершенно. Это просто наша команда думала, чем мы можем быть полезны сейчас. И поняли, что раз уж мы все равно все сидим дома, давайте. Ну, мы, по крайней мере, в команде. Давайте мы сделаем так. Марафон будет именно про отношения. Неважно, с мужем, с женой, с мамой, с папой, с собой в первую очередь. И уже через себя, со всеми остальными. Каждый день будут задания. 7 числа начнется в ссылке профиля. Как называется? Шапка профиля. Там, собственно, про это вся информация. Вот. Сохраните эфир. Если получится, в последнее время Инстаграм ведет себя очень своеобразно. Поэтому это тоже не совсем от меня зависит. Я постараюсь. Вот. Если что, ищите его у меня в Ютубе, в канале. Цвет синий, да, спасибо, я его люблю. Все. Дорогие мои, давайте прямо вот, давайте трахаться почаще. Кричал на площади Илья, а люди шли, не глядя мимо. Но каждый думал, а давай. На этой радостной ноте пятничного вечера я и заканчиваю. Еще раз вам огромное сердечное спасибо, что выбрали нашу компанию в этот пятничный вечер. Займитесь чем-нибудь полезным, веселым. Изучайте свое счастье. Субтитры сделал DimaTorzok.